здравствуйте друзья у нас тема иммиграционной реформы так актуально не то сказать что сама реформа актуальна авто смысле что те принципы которые туда заложены как бы в проект вот который поддержал президент трамп эти принципы они как бы обсуждаются и тут пару дней назад на cnn смотрю статья там заголовок так как-то меня привлек заголовок такое что надо чтоб там прав вот в том как он пытается провести эту реформу это надо почитать потому что когда с двух сторон как бы консенсус дает надо почитать но там как бы не получилось консенсуса потому что женщина это она хоть и работает в сеном надо довольно консервативная на самом деле и она была руководителем что там информационной службы там в избирательной кампании республиканского сенатора это круза который из техаса довольно консервативная женщина ну и она рассказывает как вот как замечательно что там пришел с такой инициативой и все такое эмоциональное и я думаю но а хоть как-то по аргументировать может быть там что-то вот там было два аргумента вот я прямо сразу к аргументам поскольку это единственно что как бы имеет смысл рассмотреть и первое что она говорит что половина иммигрантов по данным белого дома ну то есть неизвестно что там правда не правда очень многие оспаривают в эти данные много шут по данным белого дома 50 процентов иммигрантов легальных легальных иммигрантов получают всякие социальные программы их много их очень много этих программ и субсидированное жилье и фут стемпы и вэлфер и по возрасту это сама там денежка на social security вот это вот инком короче там много этих программ что вот половина получают эти программы а американцы вот которые платят за это грубо говоря американцы только 30 процентов из них на этих программ и поэтому надо легальную иммиграцию первое сократить второе повысить ее качество за счет того чтобы ввести больную систему запретить им получать какие пособия и так далее и так далее и вот это один аргумент был ну давайте может быть мы с этим аргументом вот представьте себе что у вас рука испачкалась испачкалась рука первая мысль которая возникает надо помыть правда вот помыть надо вторая мысль гораздо более спорная это что надо пол руки отрубить даже пол руки грязных а вторые пол руки надо мыть это как так понимаете да то есть вот у нас есть там лотерея green card 50 тысяч человек в год это пять процентов легальной эмиграции в сша значит да действительно очень многие люди на вэлфер сходу прям самолета я это я это наблюдал в больших количествах даже когда экономика вроде бы хорошая и уже ничего нечего делать там на этом вэлфере но тем не менее действительно приезжают люди без языка приезжают люди без профессии приезжают гигантские семьи которые работая не работает все равно ты будешь на велфере и собственно в интересах кого это проводится я не совсем понял у них же выбор есть правда у них есть выбор в green card лотереи лотереи они могут проводить лотерею среди тех у кого есть и образование там скажем высшее среднее специально тех кто поработал хотя бы там пять лет по профессии можно список профессии утвердить которые скажем вас требованы есть народу более чем достаточно вместо этого давайте отрубим да отрубить недолго а зачем то есть понимаете да то есть любая иммиграция которая происходит легальная значит к ней можно предъявить какие-то значит требования и сделать это по-человечески дальше получается два экстрима значит один экстрим либеральный когда говорят высшее счастье человека это когда он сидит на вэлфере и никому ничем не обязан и второй экстрим значит консервативный когда говорят отрубите и мыть не надо а вот просто нормальные люди не не больные головой а просто нормальные которые бы сказали а чё бы нам вот не сделает как бы иммиграция хорошо и это хорошо значит сделали по-человечески по-человечески у них не получается либо вот такой экстрим либо правую руку отрубить либо левую а так чтобы они вместе работали не получается уж не знаешь даже чего и лучше я вот так понимаю у нас задача состоит как у страны не в том чтобы было меньше легальной иммиграции а в том чтобы эта иммиграция была классной допустим нам говорят есть три миллиона человек которые в следующем году готовы приехать соединенные штаты и хотя хотели бы получить green card эти три миллиона человек имеют высшее среднее специальное образование свободно говорят или близко к свободному говорят на английском языке имеют несколько лет опыта в профессиях вот в этом списке которые востребованы они согласны не обращаться там ближайшие пять лет на социальные программы и ну что еще там к ним добавить замечательно и у них есть job offer и от американских работодателей на сумму не менее двух средних зарплат в этой местности вот например то то есть они явно не отнимают работу у тех кто вот там попроще народ значит налоги платить будут ну хорошо вот если там 3 миллиона таких людей есть а я сказал если даже 5 я бы все пять забрал чё за проблема такая это кто сказал что хорошего должно быть меньше и вот это вот логика извращенная которая говорит если мы не в состоянии делать это хорошо давайте вообще делать не будем милый о чем тебе хорошо да не делать что это за предположение такое что хорошо сделать нельзя может тебе если ты хорошо не можешь можете вообще этим не заниматься ну понимаете да вот ладно но это сложная логика это знаете надо еще немножко соображать то есть это если человек значит если допустим рука наполовину грязная то может быть ее помыть давайте тут надо сообразить не отрезать может быть помыть сразу и целая рука будет вот это значит это сложная логика дальше начинается логика более простая казалось бы значит дальше второй аргумент и стал что аргументов было два значит второй аргумент состоит в том что это популярная реформа ее поддерживает не менее 30 процентов американских избирателей ребята такая поддержка да мы их знаем этих вот кто поддерживает мы хорошо знаем там вот они в одной группе в твиттере сидят там и вот мы все знаем но это что получается если допустим президента трампа в целом поддерживает там скажем близко к 40 процентов то значит треть там четверть его его сторонников не поддерживают вот это вот наезд на легальную иммиграцию кого вообще интересует в этой стране легальная иммиграция если нелегально вообще не решено никак чего чего нам легально значит 30 процентов 30 процентов есть надо срочно делать реформу я хочу сказать тетка вот и синем ты это ты на кого работаешь на аль-кайду на северную корею может быть на иран можете из кремля задание какое-то дали по разрушению соединенных штатов ты вообще в своем уме 30 процентов это аргумент в пользу того чтобы что-то сделать это это уже даже я не знаю я ну не требует изучения там математического анализа понимаете хотя анализ сделать надо я что анализ надо там есть специалисты они могут делать анализы вот такие чтобы ну вот вот так вот такая интересная система аргументации значит 30 процентов хотят хотят но они не поняли в чем дело и этим 30 процентам объяснили что от легальных иммигрантов оказывает легальных у нас все проблемы они от того что эти легальные иммигранты как не так вот сюда прибывают и не тех отбирать есть из кого выбрать на выбирают не тех поэтому хочу закончить тем что сказал уже однажды в этом сюжете я за то чтобы у нас легальная качественная иммиграция была не полмиллиона в год и не губ и не миллион а то если бы 5 наберем я за 5 вот сколько наберем столько я выбрал вообще без ограничений вот я бы никаких квот не ставил ничего не ставил стал бы все кто хочет приехать к нам страну получить green card если у них есть ну там сформулируют но 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 не на уровне средней школы конечно не как вот green card вот или вот кто имеет хороший английский деньги на первое время высшее или там среднее специальное образование опыт работы offer от американского работодателя вперед всех вот сколько вас есть все приезжайте платите налоги владитесь размножайте делайте это страна лучше или чем их китай должны отдать кому мы должны отдать эти люди это наш это наши все они хотят они могут они есть наши независимо от того где родились какой у них там родной язык и так далее вот и все счастливо